Какой быть лево-надпрудной улицы в Сергиевом Посаде? Чтобы определить ответ на этот вопрос, власти предложили выбрать жителям один или несколько вариантов благоустройства. Среди которых спортивные детские площадки, озеленение, перс-лодочные станции, велодорожки и многое другое. В бюллетень для голосования включены 14 пунктов. Проголосовать можно до 5 апреля включительно. Сейчас определено 5 мест в городе. Это райискутбор Гагарина, Градея Кжарбовская, Белгородный стадион Руч и ДК Октябрь. Где установлены курны и идет прием предложения населения по данным мероприятиям. Но подчеркиваю, что обсуждается не вообще концепция, что делать, как выглядеть. А именно по условиям конкурса жители обсуждают именно мероприятия. Какие мероприятия они считают связообразным сделать на данной территории. Среди присутствовавших на заседании комиссии представители общественной палаты района, политических партий и организации мнения разделились. Спектр высказанных идей от кафе на плаву до аллеи ветеранов. Мы прекрасно должны с вами понимать, что это место находится в зоне охраны объекта культурного наследия. Не все можно далеко здесь строить. Здесь, возможно, капитальные какие-то постройки и не пройдут по условиям ограничений действующих в этой зоне. Но мы говорим о благоустройстве, мы говорим о размещении. Может быть, есть стационарных объектов, которые могут каким-то образом изменить территорию. Можно определиться в тематике благоустройства. Что это будет? Спортивная тематика, тематика историческая или какая-то иная. И, безусловно, надо говорить о том, что конкурс проводится по благоустройству. И сегодняшняя тема благоустройства должна быть, безусловно, историческая. Я бы предложил небольшую аллею ветеранов. Мы разговаривали на эту тему боевого братства с Сергеем Александровичем Паковым. Нашли понимание, что, в принципе, аллея ветеранов, она нужна. И она не будет представлять из себя какую-то лесополосу. Это буквально, может быть, около трех-пяти деревьев, посвященных той или иной тематике. Это не будет много занимать места. Значит, это посвященные, допустим, каким-то историческим битвам, связанным с городом имением Сергея Радоничского. Великой Отечественной войне, битвы, сражениями современности, Афган, Чечня, Сирия. Несколько групп деревьев, каждая из которых посвящена отдельному военному периоду. Установить памятные таблички. Это место недалеко от вечного огня. Нельзя этого забывать. Да, это должна быть какая-то зона отдыха, но такая спокойная. И вот на самом деле, может быть, какие-то скульптуры. Но вот именно связаны с историческим местом, с этим. Хотелось бы предложить использовать и водную гладь. Поставить там, если будет такая возможность, такой небольшой фонтан, фонтанный экран. Сейчас такие делают. Который может очень полезен, во-первых, быть полезен именно пруду. Это постоянная аэрация воды. Также световые шоу можно детчикам делать. Она, по сути, начинается с музея игрушки и заканчивается, значит, Кременевская. Музей игрушки, понятно. На Кременевской, кстати, знаете ли вы, что прямо между брудами практически, вот там дом 2.1, там жили звездочки. Вот такие и 2.1 и дальше. Значит, звездочки – это изобретатели, семьи изобретателей, матрешки. Но все эти фасады и районы – это не только матрешка, да? Это и Богородская, и очень много видов там, тут здесь специализировались люди. У них были стада, паяцы, т.д. и т.п. Очень много видов игрушек. Так вот, на мой взгляд, вполне исторические и интересные с точки зрения и местных жителей, и приезжих, было бы, чтобы была не аллея героев, а аллея игрушки. Правильно. Старственные, значит, причем этих видов игрушек очень много. С разновидностями игрушки вдоль, значит, вдоль левого обуви. Набережная должна быть консервативной. То есть, как набережная? Это освещение, малые архитектурные формы, полностью согласен, что должны быть какие-то исторические сегменты включены, матрешки, бюсты известных людей, описание про них и так далее, и так далее. Обсуждение было очень интересным. Я бы, думаю, его можно назвать мозговым штурмом. Люди проявили реальную заинтересованность в том, что происходит, и прозвучали очень интересные идеи. Идея, например, создания там шалея игрушек. Как один из участников сказал, что, оказывается, на этой улице был дом Звездочкиных, где жили Звездочкиные, именно изобретатели, создатели Сергея Посадской игрушки. Прозвучала идея, наверное, уже значительно больше, чем те 50 миллионов, которые планируются победителю данного конкурса. Но конкурс этот по распоряжению президента будет в течение пяти лет проводиться. То есть, мы нарабатываем не только базу для нынешнего конкурса, но и для последующих участия. Если это у нас получится, то нам уже есть так двигаться дальше. Обсуждение было очень интересным, очень полезным. А я думаю, оно войдет в основу того решения, которое общественная комиссия будет принимать 6 числа, подводя итоги предложений, которые жители выскажут в виде голосования. Голосование по благоустройству Левонадпрудной продлится до вечера четверга. Уже 6 апреля решение по объектам примет общественная комиссия. Сформированный проект направят на всероссийский конкурс. Если Сергиево-Пасадская программа победит, то город получит на ее реализацию 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Татьяна Трушкина, Любовь Лукашина, Сергей Власов. День города.